Ну что же, пришло время для следующего видео из цикла музыкальная теория для гитариста И сегодня мы будем говорить о таком определении как тональность и также поговорим о гармонии Но перед тем как начать, как обычно, небольшой дисклеймер В этом видео мы будем ссылаться на музыкальные определения, которые уже ранее проходили в предыдущих видео А именно это ноты, интервалы, трезвучие, натуральный мажор, натуральный минор Поэтому если эти определения вами еще недостаточно изучены, то возможно будет лучше вначале ознакомиться с ними Ну или вы можете посмотреть это видео для общего развития, а потом уже вернуться к предыдущим темам Также еще хотел отметить, что эти темы тональность, гармония, они достаточно объемные, дискуссионные и даже можно так сказать философские Потому что есть разные подходы, что есть тональность, как это правильно оценивать Я сегодня буду говорить исключительно о практическом смысле этих терминов Ну что, поехали! В предыдущих видео мы с вами разбирали такую субстанцию, как натуральный мажор Который совпадает с анийским ладом В частности, это такой звукоряд из семи нот, который строится по принципу тон-тон, полутон, тон-тон-тон-тон-полутон Если мы построим его от ноты до, например, вот на пианино, то это будут белые клавиши До-ре-ми, фа-со-ля-си, то есть вот он тон-до-ре, ре-ми это еще тон, ми-фа-полутон, дальше фа-соль, соль-ля, ля-си и си-до И мы получаем звукоряд из этих семи нот, до-ре-ми, фа-со-ля-си Точно так же его можно построить от любой другой ноты, от ре, тогда у нас будут знаки альтерации фа-диес и до-диес, то есть будут эти ре-ми, фа-диес, соль-ля-си до-диес, ну и дальше опять ре То есть все это подчиняется вот той формуле тон-тон-полутон А теперь давайте от каждой из этих семи ступеней построим трезвучие Как вы помните, трезвучия бывают мажорные и минорные, строятся они по вот такой формуле Малая терция плюс квинта, либо большая терция плюс квинта По какой системе мы будем строить трезвучие? Трезвучие от каждой из этих ступеней нужно будет строить так, чтобы его ноты входили в этот звукоряд То есть в данном случае с до-мажором они должны быть все на белых клавишах Давайте посмотрим, смотрите Например, мы строим от первой ноты, от ноты до У нас может быть либо минорное трезвучие, до, ми, бемоль, соль, например Либо мажорное трезвучие, это будет до, ми, соль Но, естественно, это будет мажорное трезвучие на белых клавишах То есть на первой ступени у нас строится мажорное трезвучие Далее по этим же принципам мы строим трезвучие от каждой ступени Например, на второй ступени у нас будет минорное трезвучие, ре минорное Почему не мажорное? Потому что мажорное это было бы фа-диез, ре, фа-диез, ля Но у нас должны быть белые клавиши И вот если построить таким образом Трезвучие от каждой ступени Чтобы это были только ноты, входящие в этот лад То у нас будет на второй ступени Ре минор, на третьей ступени ми минор На четвертой ступени фа мажор На пятой ступени соль мажор На шестой ступени ля минор И вот седьмой ступенью интересная штука То есть мы только что сказали, что может быть Мажорно или минорное трезвучие Седьмой ступенью, к сожалению, так не получится Давайте попробуем построить, вы поймете почему Смотрите, мы строим терцию Си до, до диез, ре Отлично, малая терция С терцией вроде все в порядке Но, к сожалению, не получается построить квинту Квинта это 3,5 тона от примы То есть это тогда у нас будет нота фа диез Смотрите, будет си, ре, малая терция И квинта тогда будет, вот она, фа диез А фа диез мы использовать не можем Соответственно, поэтому мы фа диез понижаем У нас будет си, ре и фа И такой аккорд называется уменьшенное трезвучие Обозначается так, дим То есть на седьмой ступени в мажоре он строится На самом деле в большинстве современных композициях используется достаточно редко И вот на семи ступенях мы получили семь аккордов Возникает вопрос, чем тогда тональность, например, в данном случае до мажора, отличается от натурального мажора или от до ионийского Этот вопрос интересный, достаточно глубокий Если вкратце на него ответить крупными мазками То можно сказать, что в тональности у каждой ступени есть определенные функции В частности, основные функции Это первая, то есть тоника, доме соль Четвертая, которая называется субдоминантой И пятая, которая называется доминантой В данном случае это соль мажор То есть вот эти вот T, S, D Тоника, субдоминанта, доминанта И являются основой тональности То есть создают это тяготение в тонический центр Создают тональность Например, как я уже сказал, T, S, D это классическое движение 1, до мажор 4, субдоминанта, фа мажор Соль мажор 5, доминанта И обратно до мажор Это классическое движение в европейской гармонии Которое встречается очень часто Ну а в современных песнях, так практически в каждой песне Вы можете так или иначе его встретить То есть пока что в практическом плане вы можете запомнить, что есть 7 ступеней Которые образуются от натурального мажора И на каждой из этих ступеней строится определенное трезвучие Ну, единственное, на 7 строится уменьшенное трезвучие Так оно обычно мажорное или минорное На гитаре, к сожалению, все это менее наглядно, чем на пианино Потому что не получится здесь вот по такой горизонтальной логике Когда одна нотка за другой Все это очень наглядно показать Ну, смысл, в общем-то, тот же самый Что если у вас есть 7 этих ступеней, то есть 7 аккордов То они играют эту же роль и на гитаре То есть вот у вас, например, первая ступень до мажор Соответственно, вторая ступень это ре минор Третья ступень это ми минор Четвертая ступень субдоминанта Фа мажор Пятая ступень доминанта Соль мажор Шестая ступень параллельный минор Ля минор Ну и си уменьшенное, он на самом деле очень редко используется То есть на данном этапе вам нет его смысла учить Ну, можно вот так взять, например, вот в такой позиции Здесь происходит интересная штука Что если это же строить, например, от ре мажора В который входят, например, знаки литерации То есть там будет ре ми Фа диез Соль ля Си До диез Ну и опять ре На каждой из этих 7 ступеней Будет строиться те же самые мажорные или минорные трезвучия Объясню Вот в до мажоре у нас были трезвучия И эти же трезвучия будут строиться в ре мажоре То есть на первой ступени у нас опять будет мажор В данном случае это ре мажор На второй ступени у нас будет ми минор Потому что на второй ступени всегда строится минор На третьей ступени у нас будет опять строиться минор, обратите внимание, от фа диез, то есть это будет фа диез, ля и до диез. Ну и так далее, то есть на четвертый мажор, на пятый мажор и так далее и тому подобное. То есть неважно от какого тона вы строите эти аккорды, они всегда будут одинаковые на каждой ступени. Именно поэтому есть такое достаточно расхожее определение в учебниках, что тональность это высотное положение лада. То есть по сути, что аккорд не меняется, то есть у вас в до мажоре есть одно положение лада, там в ре мажоре оно меняется. Это определение на мой взгляд не совсем верное, потому что лад и тональность все-таки разные субстанции. Но пока, если вам так проще, вы можете запоминать так, потому что часто объясняют именно таким образом тональность. Но вообще вы можете запомнить, что это просто совокупность этих семи ступеней, у которых есть определенные функции. То есть есть, самое главное, это первая функция, это тоника, в которую все тяготеет, субдоминанта, доминанта, которые создают переход тяготения в тоник. Ну и на основе этого мы можем ввести такой термин, как гармония, опять же, исключительно с практической точки зрения, то есть гармония в данном случае как некая совокупность аккордов, последовательность аккордов. Понятно, что любой композитор, любой музыковед бы меня за такое определение убил, что гармония это последовательность аккордов. Но в таком смысле это слово достаточно часто используется на практике, то есть говорят, а какая гармония у этой композиции? Ну, например, мы возьмем первая ступень, до мажор, шестая ступень, ля минор, четвертая ступень, фа мажор, пятая ступень, соль мажор. Очень популярная гармония, то есть последовательность аккордов, которые часто используются. Один, шесть, четыре, пять. Один, шесть, четыре, пять. То есть так это работает, миксуя эти последовательности в различном порядке, можно получить вот разные сочетания аккордов, разные гармонии. Единственный вопрос, на пианино-то это очень наглядно, но как это все построить на гитаре? На гитаре у нас есть определенное преимущество перед пианистами, то есть у пианистов есть свои фишки, у гитаристов есть позиционность в игре, которая нам помогает. Вам достаточно запомнить вот такую позицию натурального мажора, то есть вот такую последовательность из семи нот, которая играется пятой струны. Например, вот в до мажоре. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до. Очень простая в плане вот аппликатуры и также она строится и на шестой струне, то есть по такому же принципу. Например, если мы построим от до, это будет от восьмого лада и точно так же получается. Я имею в виду, точно так же, как будто вы перенесли, только здесь была третья, четвертая, пятая струна, здесь четвертая, пятая, шестая. Так вот, как нам может это помочь? Нам это помогает тем, что мы можем быстро, за счет того, что мы просто помним этот паттерн, определить, какие диезы или бемоли входят в соответствующую тональность. Это потрясающий лайфхак, которым я сам постоянно пользуюсь, когда речь идет о каких-то непопулярных тональностях. Понятно, что там основные тональности я помню и так знаки альтерации. Но если мы возьмем какой-нибудь там ре диез мажор, а иногда бывает, что нужно сыграть такой тональности, то приходится подумать, какие именно в него диезы или бемоли входят. Вот, например, смотрите, на примере ре мажора. Вот у нас была вот эта позиция. И мы сыграем ее же от уже ноты ре. И можем легко определить, какие здесь знаки альтерации. То есть смотрим ре, ми, потом фа диез. Здесь стоит важный момент. Мы о нем уже говорили в видео про натуральный минор, натуральный мажор. Как называть ноты диезом или бемолем? Здесь в целом действует такое правило. Может быть только одна нота в одной последовательности. То есть что это значит? Смотрите, у нас была нота ре, ми. Дальше идет нота, которую можно назвать либо фа диез, либо соль бемоль. Допустим, она была бы не фа диез, а соль бемоль. Тогда бы оно шло ре, ми, соль бемоль. А дальше бы шло соль. То есть получается, что нота соль повторяется два раза. То есть была бы соль бемоль и нота соль. Так быть не может. Поэтому здесь мы используем диезы. То есть идет ре, ми, фа диез. Потом уже соль. Потом ля. Потом си. Потом опять же вот эта нота могла бы быть ре бемоль, но она является нотой до диез. Потому что ре у нас уже есть. То есть это такое общее правило. Понятно, что из него есть исключения, как и всегда. Мы о них сегодня говорить не будем. В целом это правило действует, когда мы определяем, какие знаки альтерации входят в тональность. Ну и естественно, чтобы этим легко оперировать, вам нужно знать ноты, вам нужно знать интервалы. Но без этого уже никуда. То есть наш вот этот цикл лекций на ютюбе, он таким образом и строится от простого к сложному. Поэтому ноту надо в любом случае учить. Кстати, если у вас есть проблемы с тем, как выучить ноту на грифе, то поставьте плюсик, напишите какой-то комментарий. Я планирую сделать видео на эту тему. Если вам это интересно, то там прям все конкретно подробно расскажу. Как легче запоминать ноту на гитаре. Ну и в общем-то с помощью этой палочки-выручалочки, с помощью вот этой позиции вы можете определить быстро, где какая позиция. Например, ну условно говоря, например, вам нужно понять, из каких аккордов состоит тональность ми мажор. Вы просто находитесь здесь ми, стройте, определяете, что здесь есть диезы. Это ми, фа диез, соль диез, ля, си, до диез, ре диез, ну и ми. И зная на какой ступени что строится, вы можете легко построить аккорды. То есть на первую ступень, ну понятно, мажор, тоника. Вторая ступень у нас идет фа диез, на вторую ступень настроится минор, фа диез минор. Третья ступень это соль диез, настроится соль диез минор. Четвертая ступень субдоминанта, это у нас ля мажор. Пятая ступень доминанта, си мажор. До диез параллельный минор. Ре диез уменьшенный и тоника. Например, достаточно популярная также это 1, 5, 6, 4 гармония Например, 1 это у нас до мажор 5 это, соответственно, доминанта, это будет соль мажор 6 это параллельный минор, ля минор И 4 это фа мажор Тоже очень популярная гармония В ре мажоре это, соответственно, были бы аккорды Ре мажор, ля мажор, си минор и соль мажор То есть, смотрите, аккорды вроде у нас меняются, но у нас не меняются ступени То есть у нас не меняются вот эти взаимосвязи аккордов Это и делает тональность тональностью Вот эти тяготения к тонике, субдоминанта, доминанта Аккорды изменились, но их взаимосвязь, их структура не изменилась И на основе вот этой последовательности 1, 5, 6, 4 написано просто гигантское количество песен Особенно в поп-музыке Есть такой старенький ролик от Trio Axis of Awesome, по-моему, называется Где они там несколько десятков песен аранжируют именно вот просто на основе этих четырех аккордов Я сейчас это видео не буду сюда вставлять, потому что я думаю будут тогда претензии со стороны YouTube правообладателей Ссылку на это видео прикреплю в описании Ну и вот несколько вариаций на эту гармонию Вот ре мажор, ля мажор, си минор, соль мажор Из известных песен То есть одни и те же четыре аккорда, одни и те же ступени И много разных успешных хитов Играет музыка Очевидно, что подавляющее большинство из нас Я думаю, там 99% людей не различает, что эти песни похожи Что у этих песен одинаковое гармоническое строение Они основаны на одинаковых ступенях Почему же так происходит? Ну здесь много причин Ну, во-первых, они часто написаны в разных тональностях То есть одна песня может быть в ля мажоре, другая в до мажоре Уже в разных тональностях создаются разные ощущения Во-вторых, разные аранжировки, разный темп Разная мелодия, которая сверху ложится на эти аккорды И вот за счет этого создается такое впечатление, что, в общем-то, вы же не можете сказать, что песня Папарацци, Леди Гага и песня Let It Be это одинаковые песни Нет, конечно нет Но в их основе одни и те же гармонические решения Нет, конечно, это одинаковые песни